С вами Кэт и вы смотрите Пазл Энглиш. Первое шоу Тинда Свиндла, мошенника с Тиндера. Это документалка про реального персонажа, простого парня из Израиля по имени Саймон, который притворялся миллиардером, сыном алмазного короля и жил на широкую ногу за счет того, что разводил женщин на деньги, причем очень большие. Ему удалось выменить где-то около 10 миллионов долларов. Посмотрите, если еще не смотрели, я просто не могла оторваться. Смотрите, здесь есть слово свиндла, что переводится как мошенник, но также это слово может использоваться как глагол. Саймон обманул этих несчастных девчонок на 10 миллионов долларов. То есть видите, здесь свиндл использовалось как глагол. Еще если загуглить эту историю, довольно часто встречается слово conartist, мошенник. Тоже мошенник. Слово scamp, так же как и свиндл, свиндла может быть существительным. A scam, обман или даже развод, как мы говорим. И глаголом to scam, развести кого-то. Почему кому-то не лень так напрячься, чтобы развести кого-то, кого они даже не знают? Ну и, конечно, слово fraud сюда же переводится как обман, развод, мошенничество. Про человека тоже можно так сказать. Никакая она не знаменитая, если она просто мошенница. Переходим к мемам. Мем номер один. Здесь нас интересует фраза to lie low. Переводится это сочетание как затаиться, залечь на дно. И вторая фраза to be after someone or something. Вообще фраза довольно расхожая. Вас в пабе или в торговом центре могут спросить. Чего бы вам хотелось? Вы ищете что-то конкретное? А вот to be after someone это искать кого-то. И вот если переводить то, что говорится в меме, Саймон утверждает, что ему надо затаиться, потому что его ищут враги. Мем номер два. Возвращать долг или деньги, потраченные на тебя. Саймон, кстати говоря, никому ничего не вернул. В этом меме игра слов, потому что a loan и a loan звучат одинаково. Leave me alone. Оставь меня в покое. И leave me a loan. Оставь мне заем. A loan это вот как раз деньги в долг, деньги в кредит даже. Здесь нас интересует слово audacity. Audacity это наглость, чрезмерная смелость. И pawn something это означает заложить что-то в обмен на деньги. То есть мем переводится как вы только посмотрите на эту наглость. И дальше, собственно, самая наглость, где Саймон просит девушку заложить машину, чтобы перевезти ему деньги. Почти одновременно с мошенником из Тиндера вышло другое шоу. Оно художественное, то есть там играли актеры, но основано на реальной истории Анны Сорокиной из России, которая, прям как Саймон, притворялась богатой наследницей из Германии и тоже разводила людей на деньги. В отличие от Саймона, который отделался пару месяцев за решеткой и сейчас хочет попробовать себя в Голливуде, Анне предстоит реальный срок, и ее вроде бы даже выслали обратно в Россию. Если ты однажды бизнесвумен, то ты ей остаешься. Анна сейчас придумала тему, как заработать денег после тюрьмы. Она собирается продавать рисунки, которые она вот там рисовала, пока сидела. Я не знаю, специально или случайно Netflix выпустила эти шоу в одно время, но люди сразу же начали проводить параллели между этими двумя антигероями. Вот, собственно, мем на эту тему. Здесь нас интересует фраза Переводится как на случай, если вам интересно, почему у меня проблемы с доверием, так это из-за этих двоих. Вот этот мемчик забавный. Здесь нас интересует слово Вспоминаем слово скам на начале выпуска. Способности разводить людей. И трэш это мусор. Когда посмотрел мошенника с Тиндера и придумывая Анну, и понял, что мои способности к разводу людей просто ни о чем. На сегодня это все. Учи английский с Fuzzle English, чтобы понимать мемы и не только. It's a party animal You'll never let you die You'll never let you die But you'll never let me die Oh wow pero still Almost workers Competitor Продолжение следует...